Добрый день, дорогие друзья! С двухминутным опозданием мы с вами выходим в прямой эфир. Вроде бы все починили, слава богу, и отправляемся сейчас виртуально в город Ленинград-Санкт-Петербург в гости к писателю-публицисту, главному редактору портала «Альтернатива» Андрею Ваджи. Андрей, здравствуйте! Здравствуйте, Сергей! Ну и разговор у нас сегодня пойдет, как бы продолжение вчерашней, не вчерашней, а позапрошлой неделе темы. То есть будем вот о наших братьях меньших, которые совсем нам не братья, как оказалось, разговаривать о их суицидальных наклонностях и о том, что теперь, оказывается, уже стало немодным говорить, что какие же они нацисты, посмотрите, у них президент еврей, после того, как Израиль очередной акт Холокоста теперь уже для Ливана устроил. То есть вот как бы вот уже ничего это не значит. Но нам Израиль, как бы сегодня, не интересен. Нам интересно разобраться в движущей силе, которая толкает маленького украинца в бездну, в пропасть, в преисподнюю, как угодно можно называть. Вот чувство жалости есть. Я читал комментарии у вас под нашим последним эфиром. Народ, конечно, очень много добрых слов вам говорит, но я столкнулся с непониманием с той стороны. То есть хорошие люди, бывшие русские люди считают, что Ваджа неправ, Ваджа наговаривает, что мы-то вообще-то зайчики замечательные, а вот Ваджа уехал и теперь нас свысока получает. Давайте по этим людям пройдем и погладим их по голове. Иногда по шерсти, иногда против шерсти. Чтобы люди понимали, а что происходит с их страной, куда сейчас вот прямо в эти дни ведет, затаскивает их замечательный президент. Знаете, я тоже посмотрел комментарии, которые там очень такая бурная дискуссия, очень многие высказались. То есть наша предыдущая беседа как-то нестандартно собрала достаточно серьезную аудиторию, почти полмиллиона просмотров. И я, честно говоря, не совсем понимаю, от чего такая реакция бурная. Я могу предполагать, но все равно я до конца не понимаю, откуда такая бурная реакция. Ну, наверное, могу предположить, да, что на Украине сейчас, ну, не очень весело, и мы с вами в нашей беседе предыдущей, ну, зацепили какие-то струны тонкие украинской души. Потому что по-другому объяснить вот этот вот ажиотаж такой вот и в комментариях, и в просмотрах, ну, мне сложно. Да, я обратил внимание на то, что, ну, скажем так, основной контрдовод, который прозвучал в этом массе этих комментариев с Украины, я имею в виду, да, что вас же это ничего не понимаешь, мы не можем уехать, то грошей нема, то мужчин не выпускают, то лежачие старики, то еще что-то. То есть вот по объективным причинам, а ты, дурачок, не понимаешь и призываешь всех уехать. Вот, а мы не будем уезжать, потому что не можем. Ну, друзья мои, это, знаете, есть такая вот то ли анекдот, то ли притча, да, когда Бог три раза лодку присылал, чтобы человека спасти, а он так и не допетрил, чтобы Бог ему лодку присылал. Я, конечно, не Бог, но, в принципе, я первый раз я предложил и посоветовал гражданам Украины покинуть украинскую территорию, по-моему, если не ошибаюсь, в 2015 году. Вот тогда я напрямую в одном из своих комментариев, интервью, я сказал, что, друзья мои, все идет к тому, что будет очень и очень плохо, причем плохо будет всем, не только жителям Донбасса, тогда ведь только жителям Донбасса было плохо, и вся остальная Украина, как бы, ну, посмеиваясь, поплевывая, наблюдала за бойни на Донбассе, ну, многие вообще ни на что не наблюдали, плевать было, у них своя жизнь была. Вот, то есть, все-все, как бы, всем было параллельно, у всех была хата с краю, как всегда, да, на Украине. Вот, и тогда я сказал, что, ребята, вы, как бы, вот, выпустили из бутылки джина, и этот джин рано или поздно вас сожрет, то есть, ну, к этому все идет. Вы запустили, правда, вы, в том числе, даже те, которые не скакали на Майдан, но вы все равно косвенно, вы участвуете во всем этом, так или иначе. Поэтому, единственное, если вы не хотите попасть под, ну, скажем так, исторический каток, то надо, как бы, собирать манатки и валить оттуда, и где-то, ну, как минимум, переждать. Если уж, как бы, вы так вот сильно привязаны к этой территории, переждите где-нибудь. Спаситесь хотя бы детей, ладно? У многих в жизни под откос пошли, хотя бы детей вывезти надо, спасти их. Это был 15-й год. Вот теперь считайте, сколько лет прошло, с того момента, да, и вот сейчас. Сейчас я повторяю свой тезис, то есть, как бы, ситуация, она же накатывает поэтапно. Вот первый тот этап я, как бы, предупредил, они они услышали. Сейчас уже сколько там в могилах лежит? Ну, по общим подсчетам, где-то что-то около 700 тысяч украинских военнослужащих в могилах лежит. Да, вот как бы мы включаем мозг и думаем, да, думаем, думаем. То есть, у вас был не один год для решения, не два, не три, не четыре. Да, вас же ничего не понимают, конечно. Вас же глупые. Это же вы такие все умные. Там один пишет, там вот, ты там это вообще ничего не понимаешь. Вот мы все понимаем, что плохо, но мы не можем уехать. Слушайте, но если вы все так все прекрасно понимаете, а какого вы там сидите до сих пор? Вот вы досидели до того момента, когда вас уже не выпускают, когда вас как животных вылавливают. То есть, вы досидели до этого момента. Вы все понимали, вы все понимаете, и вы сидели на попе столько лет, ничего не делая, и досидели до момента, когда вы уже действительно реально физически ничего не можете. Ну, по крайней мере, большинство из вас. У каждого есть та или иная причина, по которой он не может покинуть тонущий корабль. Да? Титаник украинский. Ну, так, подождите, а я тут при чем тогда? То есть, ну, вы все понимали, вы все понимаете, и вы продолжаете, как бы, вот, делать то, что, как бы, ну, хорошо. Были другие комментарии. Некоторые очень сильно поражались, что украинские военнослужащие детей убивают на Донбассе. То есть, даже уже не на Донбассе, а в России. Вот раньше они не верили, да, украинские граждане, что украинская армия детей на Донбассе убивает, а сейчас они точно так же не верят, что украинская армия убивает теперь детей на территории России. Белгородская область, Курская область. Вот не верят они. Ну, как же так-то? Войны света. Ядрить, мадрить, да? Войны добра. Ну, как же они могут детей убивать? Пройдите по аллее ангелов. Вот вот эти вот, которые мне рассказывают, и сомневаются очень сильно, и не верят. Вы по аллее ангелов пройдите, посмотрите в Донецке. Мемориал о погибшем детям. Я понимаю, что вам сложно поверить, да, вот в эту странную украинскую особенность. Зверским образом убивать людей. Хорошо, давайте отмотаем в прошлый век. Вы сейчас поклоняетесь, ну, основная масса поставили вас раком, и вы сейчас поклоняетесь Бандерин, АУ. Это ваши миры, это ваши герои, это ваши святыни. Чем эти святыни ваши занимались на Волыне и в Галиции во время Великой Отечественной войны? Давайте вспомним, что они там делали с гражданским населением. Ну, в основном с пользой. Хотя украинцев они точно так же уничтожали. Ну, давайте возьмем поляков. Что они там делали с поляками? То есть шли просто этнические чистки, шел геноцид. Вот в прямом смысле этого слова. Ваши эти, которым вы сейчас поклоняетесь, как богам, да, как идолам, они истребляли поляков, причем истребляли всех поголовно, тотально. Начиная от женщин, стариков и детей, причем включая грудных. Причем убивали страшно, зверски, по-звериному убивали. Включая грудничку. Я не буду это как бы озвучивать, всю эту мерзость. Она просто запротоколирована. Ее протоколировали поляки и протоколировала советская власть, органы госбезопасности, СМЕРШ и так далее. Это все на пожелтевших страницах протоколов, документов. Допросы вот этих вот животных из АУН. Свидетельские показания тех, кто это все видел. И фотодокументы, фотосвидетельства. Огромная масса убитых, растерзанных, изуродованных тел. Что? Старики, женщины, дети, включая грудников. И сейчас сидит вот такая чума какая-нибудь украинская и рассуждают. Да как же так? Войны добра, войны света, истинные бандеровцы. Да ты что? Это же гумани... Друзья мои, а вы на митингах были у последователей вот этих гуманистов? Ну вы, когда еще не было войны, кто из вас был на митингах? Азова, Свободы. О чем там речь шла? О том, что москаляку на геляку. Вот об этом у вас там речь шла. То есть там шли непрерывные призывы убивать русских, уничтожать Россию. Вот некоторые уже покойные вот эти вот ваши идеологи, они выходили на трибуну и прямо говорили, украинец рожден для того, чтобы убивать русских и для того, чтобы разрушать Россию. Это смысл существования украинской нации. Но это же не я придумал. Если вы не верите мне, зайдите в видеоматериалы на моем YouTube-канале. Там есть несколько материалов. Прямая съемка. Ходили наши люди с камерами и снимали вот эти все мероприятия в Киеве. Вот столят ваши вожди нынешние. Это еще было, повторяю еще раз. До ситуации, которую вы называете немотивированной агрессией. Вот до немотивированной агрессии. Вы там собирались толпой и дружно скандировали всех русских убить, Россию разрушить. Этого что, не было? А сейчас вы точно так же, вы не верите в то, что вот эти вот ваши животные в форме военной зашли на российскую территорию, забежали. Ворвались села и начали убивать людей. То есть едет журналист с камерой, снимает трупы гражданских людей, гражданского населения, расстрелянные в украинской армии. А сидят какая-то чучу вырла где-нибудь в украинском городе и очень сильно сомневаются, что вот это вы ж на... Это ж Арестович же рассказал про то, как гамбургерами азовцы кормили местное население в России. Значит, какие гуманисты, какие молодцы. А когда показывают видео расстрелянных детей, то причем здесь же как... Ну, смотрите, вот были, допустим, обстрелы Донбасса. Что, никто не видел вот этих радостных фоток, на которых РСУшники держат снаряды, а на снарядах написано «Самое лучшее детям». Потом эти снаряды вкладываются в орудие и стреляются по Донецку. Вы этого не видели? Вы не можете найти эти фотографии в сети? Ну, хорошо, допустим, эти твари, когда били артиллерию по Донецку, били они, естественно, они не видели воочию своих жертв. Они понимали, что убьют гражданских, но они не видели вот глаза людей. Да? А вот эти вот животные, которые заехали в Курскую область, они убивали людей, видя их глаза. Они расстреливали в упор, включая детей. И расстреливали даже не просто вот едет машина гражданская, они ее постреляли даже, несмотря кто там. Нет. Они ее останавливают. Они общаются с пассажирами, они видят, что это гражданские, они видят детей. Потом они машину отпускают, и машина немного отъехав, ее начинают расстреливать. Решитят из автоматов. Это факты, ребята. Это факты. Белгородская область, когда были первые набеги. Если вы не знаете, я вам расскажу. Показательная история. Остановили ваши войны, добра и света автомобиль, в нем гражданские. И расстреляли в упор. Там дети были. Взрослые сидели на передних сиденьях, они погибли. Только дети, которые сзади сидели. Пацану 10 лет его ранило, и он свою сестру младшую спас. Они бросились в лес, убегали. Потом этого пацана показывали в госпитале. Но это же факты. Это все очевидно. А вы постоянно пытаетесь уйти от этой реальности. Так вы же не уйдете. Она же вас уже настигает, эта реальность. Она вас настигает. Вы что думаете? Вот эти вот скачки на Майданах. Эти призывы непрерывно убивать русских. Разрушить Россию. Вот это накручивание милитаристское, непрерывное. Непрерывное накручивание. Начиная с госпереворота. Вы что думаете? Это что? Это мимо вас пройдет, что ли? Ну не может так быть. Вы выпустили джина из бутылки. А теперь этот джин вас пожирает. Сидит интеллигенция, сбежавшая в Европу. Выдающая себя за украинскую. Сидит вот эта вот она. Она рассуждает про немотивированную агрессию. У них все началось. Еще раз повторяю. У этих дуриков, интеллектуалов высоких, у них все началось с 2014 года. А это, точнее не с 2014, а с 2022. А то, что началось в 2014 и продолжалось до 2022, они не видели. Они в упор-то не видят. И не хотят видеть. Потому что картинка ломается тогда. Тогда полностью ломается картинка. Андрей, вот вы не можете понять, что такое словосочетание адекватный украинец. Адекватный украинец это человек, который может быть даже бывший русский. То есть человек, который вот переехал потом с дипломом о высшем образовании, остался на Украине, живет там. Он, как адекватный украинец, оценивает ситуацию так. Это моя страна. В моей стране появились сепаратисты. Крымские, донецкие, луганские. То, что мое государство защищает государственную границу и борется с терроризмом, это плохо, наверное, чревато. Вот дети, говорят, погибают. Но это вынужденная необходимость. Поэтому так и произошло. А потом эти адекватные украинцы, называющие вдруг себя пророссийскими, ломятся по приглашению таких же пророссийских, осевших в Москве, условно, или в Подмосковье, и кричат, а мы пророссийские, в Шереметьево нас обязаны кровавое габье пропустить. Мы же хорошие. У них начинают смотреть, их гаджеты восстанавливать, а там вот эта адекватность аж прет. И они совершенно искренне не понимают, за что товарищ майор из ФСБ их не пускает. Для них это, вот, ну как, я-то не могла не поддерживать свою армию, которая сепаратистов ставила на место. Я же не могу поддержать, будучи гражданином Украины, уродов из Крыма, которые провели какой-то левый неправильный референдум. Кстати, о референдуме, который товарищ из Польши предложил под эгидой ООН, мы попробуем сегодня успеть тоже поговорить. Ну, давайте по порядку, давайте с сепаратизма начнем. Давайте немножко, как бы, вот в сторону отодвинем Галицию, с прилегающими территориями, там, как бы, все понятно и очевидно. Давайте возьмем тех, вот, которые вот в Киеве, допустим. Ну, если бы я не видел реальность украинскую, ну, наверное, мне можно было бы что-то в голову и втюхать, какую-нибудь билиберду пропагандистскую. Но я же это видел в реальности. Я же видел, что меня окружают, тотально окружают русские люди. Тотально, я еще раз это повторяю. Тотально окружают русские люди. С единичными, там, исключениями из правил, которые приехали из сел Галиции. Либо из какой-то совсем уже зачуханной глубинки украинской, где наслужики болтают. Городские жители, вот, берем, еще раз повторяю, Киев. Киев. Тотально русский город. И тут вдруг происходит чудо. Тут вдруг люди, которые жили, там, 20 лет прожили русскими, 30, 50, а есть такие, что и 60. И вдруг они внезапно осознали себя нерусскими. Знаете, вот мальчик себе жил, 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 а потом хлоп, и вдруг понял, что он девочка. Вот столько лет прожил мальчиком, и вроде как ей все же, как бы, вся атрибутика есть, пацанячая. А тут раз, и вдруг дядя какой-то его убедил, что он не мальчик. Он девочка. Начальник убедил. И вот сейчас вот этих вот интересных людей вдруг резко убедили, что они, оказывается, нерусские. Они молоком матери впитали русский язык. Это родной их язык. Они, их сознание полностью на фундаменте русской культуры, русской ментальности. Их предки находятся в контексте русской истории. Сугубо русской. И тут вдруг эти индивиды внезапно прозрели. И вдруг осознали, что они не... Скажите, пожалуйста, если это не какие-то психические проблемы, то что это? Потом вот эти вот, типа, новоделанные, вдруг начинают обменять тех, которые остались сами собой, сепаратизмы. Меня вот это больше всего поражало еще тогда. Как это... Посмотрите на вот этих вот сепаров, на этих предателей. Они предали украинство. Они предали все Укра... Да блин. Да люди эти вообще никакого отношения к вашему украинству, галичанскому, не имели. В принципе. По сути никогда не имели. Это чужое и чуждое все. Если вам, кретинам, какие-то дяди навязали некую идентичность, и вы сейчас себя ощущаете мальчики-девочками, девочки-мальчиками, все остальные себя вдруг резко осознали украинцами, да, кто-то там собачкой себя почувствовал, котиком, такие тоже есть. Ну так это все психиатрия, это к реальности никакого отношения не имеет. И что, если вот это вот, эти странные индивиды вдруг резко себя поменяли, переделали, да, пробудились, как некоторые говорят там. Они пробудились. Я должен что, за вами следовать, что ли? Простите, ребята. Здесь же смотрите, как самая простая вещь, понять, что происходит у человека что-то или не происходит. Я, еще раз повторяю, вот такие, я и такие, как я, вот я как родился, таким вот, какой я есть, и я вот до сих пор такой и остаюсь. Со мной ничего не произошло. Вот я как был русским человеком, я так русским и остался. Я все, на все смотрел сначала с недоумением, потом с отвращением. А сейчас уже некие такие другие уже эмоции появляются. Но я остался таким, каким я был. А когда какое-нибудь чудо лет шестьдесят, вдруг резко, резко вдруг осознаешь, что оно оказывается украинец, хотя до этого чистокровным русским был. Ну, это как минимум психиатрия. Ну, как минимум. Это по поводу сепаратива. А теперь давайте посмотрим шире, да, вот развивая эту вот теорию сепаративскую. Есть определенный кусок исконно русской территории, Руси, на котором живут исконно русские люди. Вдруг этих людей убедили в том, что они не русские. И этот кусок необходимо в связи с этим оторвать от России. Если это не сепаратизм, то что это? Ну, объясните мне. Вот эти вот все мутные персонажи, которые сейчас захватили власть на Украине, и которые сейчас уже физически уничтожают население. Они сначала у вас отняли душу, память, отняли мозг, грубо говоря, потому что то, что там происходит, по-другому не объяснить. Да? А теперь отправляют на бой пачками. Пачками, пачками, пачками. И все дружно зигуют, все дружно кричат там, что там вы кричите? Хай Гитлер или хай Бандера. Бандера, пройдет порядок на ВД. Пришел Бандера, что? Навел порядок. Как вам порядок нравится, Бандеровский? Вы счастливы? И теперь мне рассказывают, что, допустим, вот русские это сепаратисты, которые на Украине. Все перевернули, все извратили, все вывернули наизнанку. Теперь что по поводу того, что вот сидели, никого не трогали? Ну, еще раз, давайте еще раз. Все началось не в 22-м году. Не в 22-м. Все началось гораздо раньше. Отправлять русских на Геляку начали, в принципе, вот украинские патриоты, даже не в 14-м. В своих мечтах, влажных, они убивали русских и разрушали Россию, ну, грубо говоря, с конца 19-го века. Даже не с момента провозглашения вот этой вот независимости украинской, так называемой. А с конца 19-го века они все убивают русских и все разрушают Россию. Это непрерывный такой вот, у них в голове вот эта вот сверхценная идея, она непрерывно прокручивается, прокручивается, прокручивается. И когда грянула независимость, эту идею начали крутить изо всех сил. И она катком прошлась по мозгам миллионов. А потом 14-й год грянул. Началась бойня. Их мечты осуществились. Они повторили Волынскую резню, но только уже в отношении русского Донбасса. Но правда тут не получилось. Не до конца как хотели. Потому что на Волыне они поляков просто тупо резали и получали от этого великое наслаждение. А на Донбассе их начали убивать. В ответ. Вот вы пришли туда, а их раз и давай закапывайте землю. Не понравилось. В 22-м решили взять реванш. Копились силы. Американцы хлопали их по плечу. Говорили, да мы сейчас там, да мы сейчас докурил дойдем. Да вы такие, вы же самые сильные. Да вы же такие, ох мы сейчас. Ну что, ребят, как оно? Получилось. СС Галичина. Она существовала в рамках боев в течение двух недель. Потом остатки отправили истреблять сербов. Ловить партизан там и так далее. Раскатали полностью. Дрызг раскатали. Русские. Ну, это надо быть просто полным дебилом, чтобы вот на такие грабли наступать, и причем не раз. И при этом еще какие-то шизики в этих начинают там разводить какую-то мораль, какой-то пафос. особенно вот эти вот, которые с Галичины. Какой пафос, ребята? Вам манатки собирать надо. Потому что, когда штурмовые отряды с Донбасса, мужиков в Донбассе, дойдут до Львова, но я думаю, что в принципе российская армия немножко подождет, постоит пару дней. Сначала зайдут штурмовики с Донбасса, а потом уже российская армия. Это как в Одессе было. Поэтому вы манатки попакуйте уже. То, что все идет к тому, что вот скоро будете встречать армию-освободительницу. Вы этого хотели. Вас этого, этому как бы, в это убеждали вот в течение 30 с лишним лет. И сейчас вы получаете результат. И вы его получите. Андрей, я с вами не то что поспорю, я просто фотографий очень много посмотрел, архивных. Вот Одесса помолчит, когда мы зайдем. Днепропетровск помолчит. В Киеве тихо будет, тревожно, звенящая будет тишина, потому что бывшие русские люди будут кипятком под себя ходить, не выходя из квартир. А вот во Львове мы увидим цветы, овации, портреты Путина. Я это видел на фотографиях 44-й год освобождения Львова. Счастливые львовские рагули тысячными толпами заполонили площади и улицы и радостно встречали Красную Армию. Они еще выйдут с предложением переименовать древний Львов в Путина слав какой-нибудь. Вот увидите, будет. Именно Львов будет требовать дайте нам имя Путина слав, мы хотим славить нашего Путина. Ну, Сергей, вы знаете, вы выложили козырь, который у меня бить нечем. Скажу честно. Давайте попробуем тогда все-таки вот поляки, которые забыли Волынскую резню, но как, здесь забыли, а здесь помним, которые предложили, а давайте в Крыму наведем порядок под эгидой ООН. Я помню, как они пытались навести еще в 92-м, я их тогда встречал, первый поезд дружбы, Крым будет украинский или безлюдный. Вот сейчас поляки и ООН предлагают сделать примерно то же самое. У меня встречное предложение к полякам. А давайте те территории, которые Сталин, немецкие территории, которые Сталин отдал Польше, давайте их выведем из-под юридикции Польши и организуем там какое-то международное управление. Это будет правильно, я считаю. Давайте мы вернем немцев в их дома на этих территориях, а там, по-моему, треть Польши, если я не ошибаюсь. Вот давайте мы треть Польши выведем из-под юрисдикции польского государства, вернем туда немцев, ну, это как бы исходные хозяева, и там организуем международное управление. Я думаю, что поляки, в принципе, пойдут к нам навстречу, с цветами достанут цветы и пойдут к нам навстречу, радостно, хлопая в ладоши. Правильно ли? Здесь же, как бы, слушайте, ну, поляки вообще странны, странный немножко народ, просто, как бы, ну, это, как бы, знаете, это украинцы Европы, вот я на них смотрю, это, как бы, ярко выраженные украинцы Европы, которые не любят украинцев вот этих вот, которые на Украине, очень не любят. Все вот эти по поводу Крыма, слушайте, ну, мы же прекрасно знаем, почему Крым вызывает такие вот болевые, такие вот эффекты. Это же даже не у поляков болит, это же у американцев болит. Это же у наших англосаксонских друзей все вот это ноет при воспоминании о Крыме. Ну, Крым же-то им нужен был. Именно им Крым. А поляки сейчас просто, как бы, ну, по щелчку хозяина начинают гавкать в правильном направлении. Вот сказали им погавкать по поводу Крыма, а они гавкают. Ну, они же верные. Они, ну, как верные? Ну, до определенного момента они верные. Как только Акела промахнется, я думаю, что они вспомнят все недостатки Соединенных Штатов и американцев. Ну, это как бы, это не сейчас, это будет позже. А вообще, как бы, слушайте, ну, опять-таки, если мы вот весь этот антураж балабольный отодвигаем в сторону и просто выдвигаем на передние планы реальные цели, мотивы, да, в той же Польше. Вот, обратите внимание, вот, недавно склока произошла, да, между Зеленским и представителем Польши. Ну, так слегка повздорили. Вот, опять у Зеленского, что он же, как бы, весь на обидах, вот, его же все же обижают, все не додают. А он, как бы, не досасывает чужие сиськи. Вот он, он постоянно голодный, вот ему нужна какая-то иностранная сиська, чтобы в нее питься губами, сосать, сосать, а поляки, они не дают. Он хочет сосать, а они не дают. Вот такие вот изверги. Ну, естественно, претензию выкатил. Ну, полякам, естественно, что не понравилось. Они сразу вспомнили резню, да, на Волыне, Волынскую резню, сразу вспоминают, автоматически. Я вам поясню, чего поляки хотят. Вот на фоне всей вот этой польско-украинской дружбы. Они ждут, когда Украина закончится. Они ждут, когда закончится Украина, чтобы, как они считают, забрать свое. там других вариантов нет. Вот поляки сейчас сидят и ждут. Вот как бы гегемон их, не начальник, он начинает интерес терять ко всему вот этому вот. И поляки автоматически начинают. По полякам можно понять отношения, допустим, Киева и Вашингтона. Вот если, если там как бы в засос дружба, значит, хорошее отношение с Вашингтоном. Как только поляки начинают гавкать на Киев, на Украину, как только они вспоминают Волынскую резню, вот это обязательно номер программы, это значит, что как бы, ну охладел гегемон своей любимой жене. И тогда поляки выходят как бы с немножко с другими уже настроением. Поэтому все сейчас напряженно ждут, когда закончится Украина. И тогда любовь мгновенно, любовь пройдет мгновенно. И даже к тем, от которой сейчас вот украинские граждане толпами сбежали в Польшу, там сидят, вот к ним тоже любовь польская, как только заканчивается Украина, там, на территории Польши, автоматически проходит любовь к украинским беженцам. И что там будут делать поляки с этими беженцами, ну, один Бог знает. Мы же знаем, как поляки любят украинцев. Знаем. И некоторые страны из Восточной Европы тоже сидят с ложками и ждут, когда Украина закончится. да, они великие, конечно, там союзники, помощники, но все уже с ложками, уже как бы слюнявчики надели, тарелки поставили, и с ложками, сидим, ждем. Это дружба у них называют, это крепкая европейская дружба, так называемая. Вот и все. А то, что, опять-таки, Крым, слушайте, это фантомные боли гегемона. Андрей, тогда получается, что галецкие ребята, те, которые из хуторов когда-то по разрешению Сталина въехали в город Львов, который Польша был уже не польский, а стал советский, и украинский, тире советский. Вот эти ребята, им же все равно, что встречать Красную Армию, что в случае чего, если Красная Армия не успеет, а поляки успеют, может быть, даже без войск. Мы ведь с вами помним, еще до Евромайдана у четырех из пяти львовян в кармане лежала карта поляка. То есть, они себя по умолчанию заранее называли поляками. И в случае чего, вот щелчок, раз, и они говорят, а мы поляки? А сколько граждан Польши живет во Львовской области уже? Сергей, ну тут, в принципе, мы, вы так настойчиво разговор переводите в рамки социальной психологии вот того региона, да? Хорошо. Ну, смотрите, вот тот, кто читал мою книгу, которая вышла в прошлом году, внимательно, с карандашом, мне надо с карандашом читать, очень вдумчиво, тот знает, как, в принципе, возникли, значит, украинцы в Галиции. Сначала были русины, вот эти остатки, вот такой, знаете, древние, древние остатки еще той червоной Руси, это вот как антропологическое такое вот, то, что осталось от них. Причем, сказать, что они себя там ощущали конкретно какой-то нации, не скажешь, потому что крестьянин, но он же за рамками культуры, цивилизации. Единственное, что их удерживало в осознании себя русином, это только вера униадская. Наоборот, Андрей, православная вера, они были православные. Нет, серьезно, православная вера, церковь была уничтожена, вместо нее была навязана униадская. И тогда они себя отличали от всех остальных благодаря униадской церкви. Это как бы огромная масса так называемых в кавычках специалистов по украинскому вопросу. Они грешное с праведным путают. Еще раз повторяю, берем 19 век, первую половину, когда еще русины себя ощущали русинами. Вот они ощущали себя благодаря униадской церкви, потому что она так или иначе, но она отличалась от католической, потому что поляки были католики, там было все четко. Русины, они вот как бы были внятыми, это их отделяло. А потом грянули разнообразные революции и войны. Поляки, которые под австрийцами были, они захотели как бы независимости. Ну, естественно, бузить начали. Ну, поляки это дело любят. Всякие там кровавые восстания, там, бунты, заговоры. А австрийцы, они же не церемонились. Они вообще как бы немцы особо не церемонятся с поляками по жизни. Они просто взяли вот этих вот русинов и натравили на поляков. И там резня началась. И поляки сразу заткнулись. А русины были счастливы служить императору. Это был, это был неистовый восторг. Это вот представьте себе, людей достали, это же самые забитые, самые нищие, самые бесправные, часть населения во всей этой империи австрийской. Вот русины восточной Галиции. Это вот, ну, чуть ли не на уровне животных. Крупного рогатого скота вот их так опустили. Вот. И тут император обратил на них внимание. Император послал их резать венгров. Собрали там, вооружили и, значит, отправили венгров резать, когда они против австрийцева выступили. И эти вот, они воспряли духом. Великий хозяин обратил на них внимание, он практически сделал их любимой женой. Флаг, даже вот этот флаг, с которым они сейчас там бегают, желто-блокитный, это же оттуда, после того, как они порезали, сходили в Венгрию, порезали венгров, им император подарил флаг. Сказал, Русси, вы молодцы. Андрей, я вынужденно прерываю наш сегодняшний разговор. Надеюсь, через две недели его же продолжить. Вот как раз вот с этой цифры. Спасибо вам огромнейшее и до скорой встречи. До свидания. Итак, дорогие друзья, подошла к концу наша сегодняшняя программа. Гостем программы был главный редактор портала Альтернатива Андрей Ваджа. Ну, а мы с вами прервемся до завтра. Будьте здоровы и берегите себя. Всего доброго.